Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим цикл бесед, вопросы и ответы. Называется у нас «Во свете Библии». У нас Библия и открытым оком. Вот брат сейчас задает вопросы. Это у меня 30 томов вышло по 752 странице книги. Ну и старые вопросы, которые я уже отвечал. Это вопросы по радио, когда я вел три радиопрограммы в университетах, школах, милиции. Ну и более подробно дать, потому что одно дело, когда я тогда отвечал, другое дело, когда сейчас, уже здесь на месте, могу что-то добавить. Вот давай вопрос 125. Пожалуйста. У современного священства часто проявляются папские замашки. Стремление держать под единоличным контролем все общественные дела, рулить так называемыми всеми процессами. Общинные дела, да. Распоряжаться деньгами. Каково должно быть положение священника в общине? Каковы его полномочия? Является ли его слово решающим в принятии совместных решений? Это ко мне поступила такая записка, когда я с кафедры, мы проходили изучение священного писания, потолкование святых отцов. Ну главное, это блаженный афеофилак. У меня программа была сначала 4 с половиной года, а потом полная программа 5 с половиной лет. Мы проходили полностью Новый Завет, дальше песня-песня из Ветхого Завета и противосектантские материалы, на какие вопросы сектанты нападают и как беседовать с какой группой людей. Я эти занятия вел в очень разных местах. У меня программа такая была, чтобы все это на практике. Поэтому к нам приходили сектанты, баптисты, и кого-то это не было на занятия. Мы избегаем всяких нападок. Конкретно вопрос и вот он ответ. А не так, что такой-то плохой. Тем более, меня наоборот даже долбят с той стороны, с правой. Вот вы все время говорите, баптисты лучше нас. Но я говорю нравственно. Возьмем 50 выходят из храма православных, не выбирая подряд. И 50 этих, ну и ознакомьтесь, группу людей пусть запишут, что знают. Да-да, ну смешно даже, сравнивать-то не с чем. Не по поведению, кто пьет, а с искрением скажет. Ну сколько раз венчались, там скажу, курят, там. Ну такие дела, которые прямо на глазах идут где-то. Вот и все. А уже одеты как-то, конечно, православные бабушки в платочках, сектанты, они вольные, там в штанах, ну больше бритые, ну даже внешне. Но те знают Библию, они держат в руках Библию. А они знают ее очень узко, сектанты, но у них есть Библия. Они знают один стих, а дальше он ничего не читал, не знает даже, когда показываешь. Если 20-ю главу, исход затерли, что икона это идол, то 25-ю, где повеление сделать изображение, они ее не читают. Это почти всегда. Вот и туда их не запускает враг. А в какой храм заходил Христос, спрашиваю, это запредельно далекое. Соломон. Да какой же Соломон? Соломоном, ну считайте, 2-я параллельпоменон, 25-я глава. На уходоводство разломал море медное. Такие удивленные глаза. Я говорю, а Библия сколько? Да у меня давно Библия, папа подарил уже 15 лет. И за 15 лет ты не мог досчитать до параллельпоменон. 15 лет. Добывает уже убеленный сединами старец. Я его показываю на книгу из Икииля, на пророка Айгея, где говорится об иконах. Он ничего не понимает. Вообще, почему? Ну я спасен, а раз спасен, это закончено развитие. А мы спасены в надежде, Павел говорит. Мы спасены, то есть спасение нам даровано. Это как мальчишка спрашивает, папа, а вот президента выбирает, а почему тебя не выберут? Ну видишь ли, сынок, тут надо вот то. Ну а ты мог бы быть? Ну, Конституция наша, говорит, любой гражданин США, достигший 30-летнего возраста и прочее. Ну пап, ну раз ты можешь, ну почему же ты не президент? Ему охота, чтобы папа был президентом. Ну видишь, сынок, это нужно, чтобы я сначала сенатором был, и нужно определенное средство иметь. То есть закон разрешает и пустое обещание-то. Ну какой я президент? Вот я, допустим, меня решили избрать президентом. Какой я президент? У меня никаких связей ни с кем нету. Непокоривый, я ни масоном никому не подчинюсь. Я буду долбить со своей Библии. Да меня же к вечеру не размощали-то и все. Да Господи, слава тебе, что я не президент. Как и Иоанна Касьяна. Хотели рукоположить в епископ. Он говорит, а я уже епископ. А как так? Я епископ над своим шревом. Я решаю, когда поесть, когда не поесть. Ну надо маленько смотреть на это. Я не проповедник в смысле православному. У них как? Должен закончить семинария. У меня нету полкласса. Я не учился ни дня. Но я 50 лет просидел разину в рот у ног Христа. То есть со Святой Библии, святых отцов, 12 томов. Златоуста насчитал, конспектировал, Василия Великого, Григория Богослова. Трудно назвать, чего только не прошло вот сюда вот. Но я вижу, что все надо ставить под контроль. И собор, и все священное писание. 12.48 Евангелие от Иоанна говорится. Господь говорит, слово мое будет судить вас в последний день, который я говорю. Оно будет судить. И значит, вопросы все должен я поставить под одно. По слову Божию или нет? А если я подвязался, был верный, перед батюшкой расстилался, а все не по слову Божию. К чему это? Уже через день будет забыто. Итак, мой ответ. Непонятно, кто это пишет. Член ли общины, знает ли человек этот, задавший вопрос, что такое приход и что есть подлинная община христианская, возрожденная, живая. Кто этого различия не делает, тот и не заложил в этот вопрос всей важности дела. А только не нравится ему что-то, он и пытается сориентироваться, как бы лучше быть могло. Или это член общины и даже быть может нашей крестовозвиженской в городе Барнауле. Но и ему точно так же не нравится многое у нас. В особенности же и священник наш. То есть ему не нравится. То есть я делаю теперь расклад. Кто вопрос задал? А он, задавший вопрос, сидит. Я же не знаю, кто подал. Мне и хорошо, что он сидит. Теперь я беру все категории людей, которые могут задать этот вопрос, знающие, не знающие и недовольные священникам, раз он задает такой вопрос. И теперь у меня ответ получается более обширный. Незнание того, кто подал, меня подвигает к рассуждениям. Я в каждом деле должен быть профессионалом и опережать события на несколько шагов. Есть такой французский фильм «Профессионал». Он мне нравится. Отвечаясь с позиции, как бы я сам был священником. И, конечно же, в настоящей общине, где люди, возрожденные от Духа Святого, где прихожане любят Слово Божие, осознанно идут в храм. Но мне говорят, ну а если бы тебя поставили в другой дух, мне не надо говорить «если». Меня ни один архиерей вызывал, чтобы рука положить. Я буду перечислять, ну в первую очередь, митрополит Виталий, тоже епископ, теперь митрополит Иларион, ташкентский архиепископ Варфоломей, Вениамин. Ну, где бы я ни был, все сразу, надо руку положить, а не надо мне, это не мое. Я точно знаю повеление Божие. Я должен быть на этой работе. Я себя называю в основании пирамиды. Делаю работу чернорабочего, вплоть до санизатора. Это моя работа. Я должен сказать все в пророческом духе. Другого у меня нет. Священник и должен быть настоящим полновластным хозяином в общине. Не говорю про приход, где ушел, пришел, пришел, ушел. И никто никого не знает. Священник – это капитан на корабле. Церковь есть корабль. 1 Петра 3 глава 20 стих. Он должен вникать во все дела, в отношения, решать споры, конфликтную ситуацию выправить, показать лучший выход из тупиковой ситуации. Про деньги и говорить не нужно. Они, то есть десятина прибытков наших, всего, что мы зарабатываем, принадлежит ему по праву от Бога. Это его законная добыча. Малахий, пророк от 3 глава 80 стихи. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстия небесных и не излию ли на вас благословение до избытка. Видите как, по слову Божию человек теперь будет сам находить ответ. Моя задача показать направление, откуда я беру ответ. Если же священник не может рулить, то он просто пассажир. Его слово, при условии, что сам он возрожденный, рожденный свыше, должно быть исполнено благодать и истины, и приправлено солью. Его слова должны ждать все. Благодарение Богу у нас в общине именно такой священник, и в нужном месте он вмешается. Примирит, скажет и твердое слово. Ситуация в общине под полным контролем. Ему может возражать любой на основании священного писания. Если же он заносится, его повело на сторону в рассуждениях или в вопросах кассы общей, то община вправе осадить его по закону. Обычно так. Или всем он руководит Давид, или безвольный наемник. Нужна золотая середина. Добрый отец в общении с детьми, добрый друг и нянька, и врач, и кормилец, строгий хозяин и тятя добрый. Вот простой ответ. Он спрашивает священник, думает, там порулить, сам себе вопрос. Его неплохо было бы еще раз проверить. По нему ответили. Почитай-ка. Современного священства часто проявляются папские замашки, стремление держать под и наличным контролем все общинные дела, рулить всеми процессами, распоряжаться деньгами. Каково должно быть положение священника в общине? Каковы его полномочия? Ну вот тут понятно ответ. А бывают они, священники-тираны, и что попало дело? Это в церковной хронике патриарх Алексей II все это озвучил. В прошлый раз я уже читал. А потом он говорит, каких бандитов-то принимали в церковь. Мы знаем такие. Тут как-то грабили одно время машины, ну и во главе этой мафиозной группировки стоял священник, перекрашивали машины. Но это не у нас, это в Молдавии. В Молдавии. Так что тот пьяный задавил людей. Об этом уже пишут сегодня. Мы видим где-то. У священника вот эта властность появляется. Вчера только разговаривали с ним. Он слова ни одного нигде не знал. Но сегодня его поставили священниками. Я гляжу, его так раздуло буквально за ночь. Я подхожу к нему, он к андибоберам, а так ко мне. Я говорю, что со мной сделалось-то? Ну я же священник. Ну и что? Ты теперь должен быть более кроткий, чем вчера, более смиренный-то. А он вот так вот стоит, скажи ты, пальцы веером. Что с тобой, я говорю, стало? Ты же еще ничего не знаешь. Тебе надо учиться день и ночь. Тебе глупости в голову-то здесь набили. Но я тебя признаю, ты настоящий священник. Все. Но тебя сравнить с баптистским-то присвитером, ты ему даже обувь негожи почистить. Ты этого не знаешь, что они знают. Его надо осадить сначала, посадить. Пусть не в лужу, но на сухом месте. Вот этого они мне никогда не прощают. А еще если он монах, да еще он кандидат в епископы, а таких я знаю. 17 лет яеромонах. 17 лет. Тут все каноны попраны в пух и прах. Его рукоположение незаконное. Абсолютно. 6-й Вселенский собор, 14-15 правил. Он должен быть извержен. И поэтому его сатана теперь и несет. Когда я на Златовуста спрашивали, почему и как возникло зло, как мог сатана пасть, какая причина. Он говорит, только одно место есть в Библии, которое намеком дает. Не должен быть из новообращенных приспитера, дабы не подвергся нареканию, не впал сатаной в обвинение по гордости. О гордости речь идет. Вот и все. Молодых, когда ставят, их они прямо тут же обуявлено дьявольской гордостью делаются. Ну, я с ними общаюсь довольно часто. И вижу. А есть такие, чтобы не повреждались. Очень мало. Особенно хорошие у нас батюшки, которые приходят от баптистов, которые пятидесятники были. Они скромные, смиренные, рассуждают, знают писать. Это лучшие кадры. Я могу похвалить с этим, что они мне родные, близкие, сами себя называют моими духовными чадами. Хотя я их так не называю, никогда и не считаю. Вопрос отвечен. Мы уходим. Другой вопрос. Считайте. 149. Можно ли ученику бросать начатое учение из оленей из-за того, что отстал и стыдно? Как выйти из этого положения? Ну, вы говорите, из этой книги. Мне был вопрос. Теперь я дополняю его. Ответ. Сначала, как в книге написано. Против лени лекарство у родителей не очень приятное для ученика. Но пока другого не получено. Пусть познакомится с методом Соломона. Рассказать, кто он такой ленивец, и как с ними нужно обходиться. Притча 6 глава 6, 9, 11 стихи. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь мудрым. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Притча 10 глава 4, 26 стихи. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Что уксус для зубов, уксус. Что уксус для зубов, и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Сираха 33 глава 25 стих. Корм, палка и бремя для осла. Хлеб, наказание и дело для раба. Все, так все это и осталось. И далее. Притча 10 глава 13 стих. 13 глава 25 стих. 22 глава 15 стих. 23 глава 13, 14 стихи. 29 глава 15 стих. Это надо Библию столько раз открывать. Которая сегодня выступает, отвечает на вопросы священники. Они даже Библию в руки не берут. Вот это наша разница. Да, у них обстановка другая, там под часами, на лестничной площадке, как угодно могут они назвать. Храмы там, что-то мелькает, переворачивается, летит. Но зачем это нужно? Вы прямо покажите путь, который указал Дух Святой. Вот Слово Божие говорит так. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого розга. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Вот он ленивый. Вот он не будет ленивый. Вот у меня ленивый детский лагерь у меня. Я начальник детского лагеря. Он трудовой называется лагерь. Дети, если они работают, ну, определенно. Воспитатель говорит, тот этот не хотел рвать траву. Мне нужно, чтобы все дети пальчиками работали. А он не работал. Я его при всем спрашиваю, работал ты? Молчит. Работал плохо. Все подтверждают, да, плохо. Мы говорили ему, он никак собирать щепки не хотел. Я должен найти ему работу какую-то. Не работал. А ты знаешь, что тебе за это будет? Да. Ты лишаешься первого. Но когда другие обедают, ты должен стоять напротив и смотреть, как они едят. И вот уже за стол сядем. Я тогда говорю, ну что, давай, горячих тебе три дадим. Или за стол сядешь. Горячих, значит, крапива я его прожечь могу. Он думает, нет, я лучше без еды останусь. Ну все тогда, так без еды и остался. А другой скажет, нет, я лучше поем, а меня накажете. Тогда за смелость я упрощаю все. Ему никакого наказания нет. Ну некоторые уже это познали, а другие новенькие, ох, как радуются они. И вот видишь, но уже работать будет, будь здоров. А если ему нет, помню, Сережа Занудинов был, над ним командовал Лева Пальгуев-то. И идут, он вот так вот встал, голову положил вниз и орет, стоит, работать хочу. Потому что без работы он не говорит, есть хочу, а работать хочу. А этот кричит Лева, что ты раком стал, тебя драть сейчас будут. Иди. Не хотел работать, прикасаться ни к чему. А что, на костер готовим хворост, и там нужно поднимать, там сущечки положить. Ну для него вечером костер, картошка будет-то. Но не хотел. Теперь он работник хороший, будет работать. Вот линейность у него не выполняет как-то, ну надо думать как. Мы делаем плод. 144 бутылки, мешки. Дети помогают, завязывают, все должны знать. Делаем шалаш, каркасы сделают. Теперь траву надо. У нас нет литовки, этой косы. Ну ребята, мне дали ножи старшим, старше, там лет уже по 16, траву режут, ножом траву. У нас ничего нету. Это те, в прошлые годы еще было. А другие носят. Но один из них посмотрел через наш пруд и там на том берегу растет камыш. Но он без разрешения взял плод. Решили пойти там нарезать, который камыш из воды торчит. Это быстрее будет делаться. Но когда поплыли, что-то шевернулся туда и ножик утопил. Нож утопил. Ну теперь все ему исцахалили. Ну тебе теперь как-то он такой Боголеп или кто-то его фамилия, это имя такое было редкое где-то. Ну теперь тебе будь здоров, влетит-то. А он еще не стал им говорить и первый прибежал и говорит, дядя Игнатий, я ножик утопил. А как же так? Да я же говорил, в воду не заходить. Ну я и не заходил. Я просто плод взяли и поплыли. Он в воду не заходил. А про плод-то я и забыл. Ну это моя вина, конечно. И где утопил? Глубоко там его не достать. Ну ты заплатишь за это? Ну конечно, я заплачу ножик там. Я обязательно должен наказать его. Ну и все, два раза давно не наказывают, Библия говорит. Те ребята пришли, еще тебе было, ничего не было. Как не было? Да ты же нож утопил. Так я же сознался. Самое главное, я не солгал. У нас строго за ложь. Наказание в 10 раз увеличится. Он сказал. Он сказал, ну и ничего больше нету. Поэтому Ленин и другие уже тогда подтягиваются. Если плохо сделали, шалаш не успели, другой шалаш, к ним комары летят и с травы делаем, которые вы добыли. На небе, говорит, будет келья твоя, но только строится из того материала, который туда присылаем мы. Через милостыню. Дети это должны видеть здесь. Начатое дело мы должны окончить. И вот это тут закладываем мощнейший фундамент. У меня вот ребята растут. Это 40 лет я ими занимаюсь. Даже поется, говорит, как после 70-летнего угара с запоем пробудились. Дальше. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Розга и обличение дают мудрость. Но отрок оставленный в небрежении делает стыд своей матери. Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают богатство. И мы это считаем с детьми. Говорим, как хорошо, когда у тебя все это есть. Вот ленивый не сделал это. Ягоды, когда набрали, идем туда, и ягоды набирают обыкновенная кружка, которую они пьют. Сколько кружек кто наберет? И вот наберет, проходит время, уже много. Покажи, сколько у тебя, он показывает, две ягодки. Я сказал, не есть. Не есть. Сначала мы наберем. Все по четыре кружки набираем, потому что мы принесем сейчас домой, и у нас там будет с молоком. Он не набрал. Так сколько? Вот тут они уже начинают, тогда выискивают ягоды, бегают, работают. Ну, не приложишь это. У нас Валя, это Шадрина, а баба Нина у нее научила ее. Скажи, она берет. Если набрали кто-то два, две кружки, а она шесть кружек уже наберет. Клубнику набирать, это в траве надо лазить. У нее в руках все буквально кипит. Но мы сразу это и показываем. Если язычки какие, придет домой, придем в лагерь, ей больше достанется. Он, значит, это дело не заканчивается. А который уже не набрал нисколько, за стол садимся, ему ничего нет. Ничего нет, я ему там каши дам, это не будет ягоды. А ты зачем? Ты уже свое съел. Когда другие брали, ты ел. И он это понимает. И в следующий раз иду, уже за ним поставлю старше, смотрите за ним, чтобы в рот ничего не брал. Прям немедленно сразу давайте тревогу. Ну, как-то она даже ребенок растет. Тритча, 12 глава, 24-27 стихи. 13 глава, 4 стих, 15 глава, 19 стих, 18 глава, 8 стих. Вот православные, не знаю, это вот притча, если через точку, двоеточие, глава от стиха, это самое правильное. Во всех симфониях, вот это, значит, не православное. Православные вот так вот через запятую будут. Но через запятую, это вот оно, 24-27, то есть 12 главе и то другое, а у него запятая здесь, здесь и здесь. Ну, явно неправильно. Скажи это по сегодняшний день. Даже в Библии параллельные места православных видно. Глупость. Они не знают даже как знаки поставить. Даже по знакам, я определю, это православный говорил, не знающий ничего, человек во тьме. Или говорил это протестант. Протестанты все правильно ставят, двоеточие между главой. А уже новая глава, это двоеточие. А если стихи различаются, ну, различаются. Точка запятая. Запятая стоит. Пожалуйста. И мы как делаем? Вот это у меня, когда в книгах, то вот это вот, оно не это, только курсивом. Так сказать, курсивом, но не жирным. Вот такое вот, вот как у нас будет. После этого пробел, тире, пробел и кавычки открываются, а теперь жирным курсивом. Сам текст. Везде одинаково. Очень красиво смотрится. Во всех книгах у меня так. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. Душа ленивого желает, но тщетно. А душа прилежных насытится. Путь ленивого, как терновый плетень. А путь праведных гладкий. Ленивого не излагает страх. А души женоподобные будут голодать. Вот какое слово, женоподобное. Это без отца воспитанное, и он такой какой-то, ну, не мужественный совершенно. Вот это уродство растет сегодня. Притча продолжения, 19 глава, 24 стих, 20 глава, 4 стих, 21-25 стих, 22 глава, 13 стих, 24 глава, 30 стих. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Ленивец зимою не пашет, поищет летом и нет ничего. А лучба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Ленивец говорит, Лев на улице, посреди площади убьют меня. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. Увидел, что все заросло, там ничего нет. И далее. Притча, 26 глава, 13 стих, 26 глава, 14, 15, 16 стихи. Ленивец говорит, Лев на дороге, Лев на площадях, дверь ворочается на крючах своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Мне одна звонит, но ради смеха говорит, так охота была поесть. А весу, у нее примерно 60 килограмм лишнего веса. Лишнего веса, можно представить сколько. Я как подумал, что это надо вставать, ой-ой-ой, потом надо шагать, пройти в другую комнату, открыть холодильник, потом руку поднимать, брать. Подумал, лучше не надо. Сел опять и сижу. Понятно? И дальше вам в лагерь надо ее. Обязательно прочтите с ленивым все определения его, как Бог рассматривает положение его ныне и на суде Божьем. Матфея 25 глава, 26 стих. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Все. Ты знаешь, что он обязательно потребует свое. Поэтому работать надо и брать по силам дело. За множество дел не хватать. Сераха 4 глава, 33 стих. Не будь скор языком твоим и ленив и не родив в делах твоих. Ребенку нужно на практике показать. Вот ленивый, чему подобен-то? Терновый, плетень, он посмотрел, прошел, я найду плетень показать, но вот это лучше всего они запоминают, Серахова. Серахова особо читает. 22, первая и 22 стихи. Да. Грязному камню подобен ленивый, всякий освищет бесславие его, воловьему помету подобен ленивый, всякий поднявший его отряхнет руку. Мы останавливаемся с детьми, а тут только коров прогнали, ну даже на футбольном поле такая вот лепеха лежит, ну после коровы-то. Ленивый, подобен чему? Воловьему помету, коровьему помету. Еще если показать, ну кто руку опустит туда? Никто не хочет, нужно ему показать. Почему? Да это им замазает и все, это не человечье. Понимаете? Это самое приятное, там у овечки, а потом уже корова идет. И вот когда ему показывают, вот ты ленивый, ты этому подобен, тебя так будем называть, дерьмо корове, волове. Тебе нравится? Нет. А зачем же ты так делаешь? Дали одинаковую работу, копать ямку под столбы на футбольном поле, и ты ничего не можешь сделать. Посмотри, вот первый раз парень, ты глянь, как он работает-то. После 70-летнего угара запоя мои мужики работают. Воловьеву по мету. И вот смотри, теперь корова идет, он шлепает, это она отбрасывает от себя ленивого, и он не нужен там внутри. Ох, как они понимают, их охочут ребятишки. Воловьеву по мету. И он взял его, послал, да не рад, зачем я брал, фу, я так отряхаю тут, зачем я его посылал, да ленивый, зачем я его в лагерь-то взял, ох, тут они охочут. А на него уже смотрят, он уже не хочет таким быть. Надо просто вот, ну найти, это бывает мимо, ходя в туалет, пойдет, и мимо, ну, такой просто неряха, после него сразу, следующий идет уже, ну и что теперь, теперь я ему говорю, больше ходить не будешь. Ты будешь ходить, вон там строение заброшено, ты будешь туда ходить отдельно, ходить с лопатой. А одному нельзя ходить, с тобой будет сопровождающий. Если девчонка, значит, с девчонками с двумя, а если парень, значит, с парнем. Вот, я тебя научу правильно ходить в туалет. Все уже проходит, и каждый раз ему надо идти туда, ямку копать. Он уже через день говорит, я уже мимо не хожу, я уже знаю как. И спрашивает, а где вы этому учились? Да нигде, само понятие говорит. Какие-то учились там, что, у Бенджамина Спока, что ли, у Макаренко. Это-то разберемся с Паметом Валуевым. Сираха 37 глава 12-й, 13-й стихи. Не говори с немилосердным о благотворительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе. С ними нельзя говорить о большой работе. Он так маленько побудет, да поехал, и все, тебя бросил там, добывая один золото, и один за другим только отваливается. Неделю пробыл, и всю жизнь вспоминает на золотых приисках был. Одну неделю. Игорек, да тебя еще не узнали. И народ плохой. Ну, понятно, ты понял, ты знал, куда идут. Ну, считай, Джекха Лондона. Кто в Клондайке-то там работал-то? Ну, ты-то инженер по геолого-разведочным приискам, там, золотоискатель. Привык к этому. Ну, сам себя-то ты покажи, на что ты способен. И вот у меня ребятишки, но не знают, и родители расписываются, согласны, что у меня есть физическое наказание. Ну, а как я с ним буду? Они отдают наркомана, и я что с ним буду делать-то? Ну, а бывает такое материться. Ну, нельзя вам материться. Сразу жалоба была. Сразу колокол ударили, все собрались. Так, выходи. Перед всем строем. Матерился? Вот если салжешь, в 10 раз больше будет наказания. Я тебя наказываю, со всех сторон не буду припечатать. Самое большое наказание, что мы отправим тебя домой без права возвращаться. А другой, к которому домой охотан, он говорит, я что-нибудь буду нарушать, меня все равно отправят домой. А я его сразу разоблачу, он как раз и не поедет. Он у меня на второй сезон, на второй месяц останется. Ну, этого завел, матерился, матерился. А у нас как крапива жгучая такая. Ну, я рукавичку надену, рукавица принес, положил там, где они спят на этом, сказать, палате там, нары, как угодно называют. Вот я говорю, вот так возьми, головой проведи. Не может. Трясется же. Что ты боишься? Ты же матерился, языком проведи. Не может. Не будешь у меня? Плащик стоит. Ну, все, не может. Значит, наказание будет тебе другое. Давай, выходи. Выходим, перед всем строем. Вот он боится крапивы, а материться не боится. Но в огонь-то будет во рту, когда ты умрешь-то. А что ты боишься-то? Стою, показываю крапиву в руке, а теперь я рукавичку отбрасываю, голой рукой беру, и беру эту крапиву в рот и жую. У меня губы все спухают, она жжет страшно как. Я говорю, рву ее зубами от этого, от пучка, головой пожевал, фу, опять, о, за животы хватается. А ты боялся, пошли. Все, теперь у меня герой растет, еще один. Это сейчас пройдет. А если я его где-то там в другом месте была, тут же бегом беги там. Вода холодная, скорее маленькую привочку сделай, не так будет. Все, я должен научить. Поэтому не наказан, он этого не поймет. Библия говорит, если рап останется не наказан, он не поймет это. Хотя и слышит то. Он слышит. И далее отвечаю. Не давай ему есть, чаще указывай на эти стихи и применяй средства пониже спины. Там растут его уши. По-ушинскому. Уши, Ушинский фамилия. Которого нарицают отцом русской педагогики. Вот такое дело. Мы опять возвращаемся. Первоначально вопрос, какой был задан-то? Можно ли ученику бросать, значит, учение из-за лени из-за того, что отстал и стыдно? Как выйти из этого положения? У нас недавно такое было. Я говорю, родители-то знают. В институте училась, бросила. Узнаю совершенно случайно. Не родителям не сказал ничего. А запустила. А училась, прям одни пятерки учили в школе. А тут бесконтрольно пошло. В головах какие-то амуры залетали. Ну и мозги-то запудрили ей. И что теперь делать? Год теперь сидеть и ждать. Другой еще до занятий из-за этих в институте. Это ко мне все обращаются. Ну еще там спутался с девкой, живет с ней как настоящий муж. А еще в армии не служил. Сопляк. Прости, Господи. Да. Я забыл, что записывается. Ой, я говорю, ты знаешь, ты свое отрак это, бабка, ты не накажешь, родители есть. А его в армии взяли. Это его спасло то, что он заболел. Заболел, теперь приехал. Она пошла, у меня проректор по учебной части знакомый в этом университете. Я говорю, ну я могу поговорить, походатайствовать, чтобы то, что было, ему засчитали здесь-то. Вот, а трудно будет, пропущено уже сколько было. Я учиться сейчас? Нет, не учиться. Пошел куда-то работать. Но работать-то все равно надо. Тем более, если еще ребенок будет. Поэтому надо очень на серьезный лад настраивать детей. Начато и дело. Как так не бросить-то? Как же начато это? За нас, говорится, ни Пушкин, ни Путин этого делать не будет. У тебя есть задание определенное, я показал тебе размер площади, чтобы ни одного стеклышка, ни одной бумажки должен собрать. Вот. Я говорю из личной практики, что это большая беда, а наша беда показывает, что поди к муравью, и мы идем, муравейник, мы сразу подходим, я начинаю про муравьев все рассказывать. Это моя наука. Я до того это все любил. Ну, орнитология занимался с детства. Какие муравьи, а это уже, и как они бегают, и нет начальника, и все места приведут. А вот ленивый, ленивый, вот он ленивец, он мохом обрастет, висит вниз головой, этот медведь-то там у них показывает. Вот так, аж сделается зеленым, у него, говорит, может трава, мох нарастет, он все висит где-то. Ну, это еще, это чисто старообрядческий подход. Лежала для нас тысячу лет, пусть она дальше лежит. Тогда бы не было у нас ни часов, ни магнитофонов, ни компьютеров. Надо прорываться к новому. Данное задание, у меня задание одно, я должен спасти душу. Я на меньшее не рассчитываю, я хочу быть в Царстве Небесном. А поэтому бегут на аресталище многие, а награду получает один. Я должен все подвести к Священному Писанию. Ленивый в Царстве Божьем ни один не войдет. Ленивый теряет здесь, он в нищете будет, попрошанищать будет. Ты ленивый, ленивый, обязательно воровать будешь. Обязательно. Потому что лопать любишь, а работать не любишь. А ты сделай так, а тогда приехали корреспонденты, меня спрашивают, я детей научил, даже так работать, чтобы хватило и президента прокормить, и всю его обслугу, и учителя, милицию, всех их прелюбодеев, все гаремы, и чтобы нам что-то осталось. И он сразу, и что остается? Я говорю, у нас остается. Остается на все, потому что мы работаем с утра до ночи. Вопрос снят? Да, вопрос снят, но еще вопрос есть. Вот такие прекрасные места библейские. А как же вот у нас сейчас целый закон вышел, и целый слой населения сейчас работает по тому, чтобы разрушить эти слова библейские? Это ювенальная юстиция. Вопрос в чем заключается? Вопрос в том, что трогать-то нельзя, а тут говорится о розыгрыше. Придется поле, придется трогать. Придется все-таки. Я все-таки начальник детского лагеря, не 4 года, а 40 лет. Один год против меня возникли 3 уголовных дела. Три уголовных за избиение детей, там, за повреждения. Комиссия приехала, кандидат медицинских наук, отдельно детей, всех расспрашивает, и сегодня я открываю, это все в книгу помещено. Следователь приехал, зампрокурора, Жабина Елена. И чем закончилось? Она в конце спрашивает, а ребенка моего возьмете в лагерь? И она дает отчет в краевую прокуратуру и говорит, повреждений нет, дети чувствуют себя прекрасно. Но это не прокурорский язык-то. Дети чувствуют себя прекрасно. А у меня близкие знакомые, прокурор края, генерал-лейтенант. Я пришел к нему, он смеется, опять, говорит, ничего с вами не получилось. Я говорю, еще нет. Их спрашивает, ну вас тут бьют? А пацан говорит, нет, нас не бьют, нас наказывают только за дело. Он даже сумел сделать Илья Самопальников-то. Нет, говорит. Главное, наказывают, да? А в отдельную комнату заводят, осматривают, да одно пятышко, одно нашли сбитое где-то. А это счет, это скачели, упал. Ну видно, что как у него проборозил и все. Ни одного, нигде ничего нет. И заключение ввод дали. Я за деньги такой справки бы не получил. Вот. Это в первую очередь ты должен быть тот, которому дети будут расположены. Любить их. Если бы я над ними тиранствовал, они бы за мной не бегали. Они бы не ждали, когда я явлюсь. Я еду на велосипеде, они навстречу ринутся, и мой велосипед толкают. Я подписал двигатель любви. Когда я после операции приехал, на позвоночнике, а меня везет только лежа, сидеть нельзя. А ложатся-то они в отбой-то рано, вставать-то в пять утра. Никто не ложится спать. И сколько ведь я не укладывал, бесполезное дело. Они выстроились и ждут, когда приедет транспорт, телега меня привезут, поприветствовать. Уже во втором часу. Это дети. Ну, конечно, завтра дали им подольше, поспать и проще. Это любовь. Дети это очень хорошо чувствуют. В первую очередь у нас полный порядок. Матершинников нет. Девочек никто не обижается. Никто не обзывается. Это не говоря толкнул. Толкнул, ударил там, семь горящих будет. Матерился там, пять горящих. Они это знают заранее. Определенная такса за все. И ребенок это знает. Жаловаться нельзя, я его накажу. Но если он кого-то обидел, ему сказали, пойдем к старшим, он не идет. Тот имеет право прийти тогда. У меня на все устав. Я 40 лет шлифовал этот устав. Нельзя привозить там и животных, и ежиков, что такое. Родители должны быть без украшения, в ушах нигде не было. Ни крашены, ни в брюках. И они заранее расписываются, когда детей мы набираем. И что у меня есть физическое наказание. Какое там? Творточка нет, бежать 300 метров, утопали, снорвать листик разового пользования. Как? Вот так? Я ему сразу пришил память. Если он забывает одежду, а он все время, мать говорит, он сколько потерял за год, не знаю, у меня он перестает терять. Так, только сели за стол, дежурный, вокруг лагеря. Кто что забыл? Гляжу, замерли некоторые. Забыл. Приносит чай. А дети сразу знают. Это Валеркина. То есть они по одежде зазнают. Так, ты знаешь наказание? Из-за стола уже чашка стоит здесь, теперь выбирается. Что нужно делать? Брать одежду, над собой вот так крутить и вокруг лагеря три раза бежать и кричать. Я забываю одежду за станом. А вот сколько ты бегаешь, тебе в рот не попадет. Он только к чаю, к компоту попадет. Твою чашку мы отдаем теперь дежурным. Ты понял? Понял. Завтра дежурный выходит с шаром покатить, нигде ничего не забывать. В течение одного дня я их научил. А ему 14 лет, родители не могли научить. А как вы могли? Да не так. Не так и не так. Не стонать, как говорят, не пищать. Конзё! Национальный культ Японии включить надо. Конзё! Никогда не показывать, что ты болеешь. Другой сказал, я не могу, а я вижу, он лукавит. Ты серьезно болеешь? Ну, болей. У нас лекарства нет. Ни одной таблетки не разрешается держать. Ты видишь, вот под тенечком, там называется на курьих ножках однокелия, сядь там и сиди. Играть ты не будешь, только в туалет можно сходить в сопровождении другого. А обедать не будешь, купаться не будешь. Мы сейчас будем завтраком, всё, он там сидит. А уже к завтраку начинает кричать, Игнатий Тихонович, а у меня уже не болит. Да может болит? Попробуй. Нет, я уже пробовал, прям не болит. Нисколько не болит. Всё, у нас называется скамейка здоровья. Это же ребенок. А другой, мы идем к батюшке, тогда видеоролик, там смотреть надо было. А он никак. Фамилия полковника, большой парень-то. Не можешь, но мы одного в лагере не можем оставить. Большая армейская палатка, два на два, плащ-палатка. Ложись на нее. Ложиться. Берите за углы, ребята здоровы, и понесли его с собой. Идем смотреть кинофильм, его с собой. Половина-то прокачался, как в гамаке. Так, остановитесь, у меня уже ничего не болит. Он готов другого нести. У меня особая система наказания. Один обозвал девочку, там Ира была, как она, Кузнецова, кажется, да, на шрифшей. Она девчонка, ну, наверное, ей лет было девять, живет с бабой, мама запилась, она доит коровы с банкой, выходит на трассу Барнаула-Новосибирск продавать шоферам молоко, чтобы хлеба купить. Ты войди в ее положение. А Роман Шемко в школе ее знал, ее привез ко мне здесь. Ну и, она не обихожена была, и она шли в шее. Ну, сразу обработали отдельное келе, но пацан какой-то обозвал ее вшивая. Ну, все, заплакала, пришла, я сразу ударил в колок, серьезное нарушение. Ну, давай. Так, выходи. Ты обозвал так. Ну, если три горячих, то будет тридцать. Да, я назвал так. Вот ищи теперь вшивая. Солнечный день такой, он голову ей перебирает, стоит. Ну, ничего нету, чисто, ничего нету. Ну, одну вошку найди, я тебе наказывать не буду. Одну. А ты же назвал вшивой не по одной вши. Так вот, ты теперь накажешься. С сегодняшнего дня ты за Ирочкой будешь ухаживать везде. Играть будешь только с нею. Обедать будешь рядом с нею. Самое лучшее будешь ей давать. И ты увидишь, какая она хорошая. Пройдет еще лет шесть. Ты же в юном будешь вокруг ее ходить. Ее же видно, какая она красавица, как наша Инафа. Ну, гляжу, мой парень ободрился. А вот это ему наказание. Наказание ему это в добро. Тем более, на девочке смеяться. И которая приезжает профессор психологии, все спрашивают, а где вы этому учились? Да что учиться? Тут так понятно где-то. Он обозвал несправедливо. Мне надо их примирить. А примирить как? Чтобы были все вместе. Ну, и приятно с полезным соединять. Надо любить свое дело. Я начальник, основатель детского лагеря. Вот ребенок, я вижу, который не ленится. Почему? Я должен исследовать. Девочка, она воровала все время. Цыганка. Никогда не болеет, но ворует. Я ничего не могу сделать. А Наташа говорит, ну ты же видел, а я деньги кладу она в одной. Почему ты у меня не своровала? А я видел, что ты каждый день их пересчитываешь, Каждый день. Значит, у нас куча одна, там стружек, там коры, кора, не стружки. Я ей на стружке написал, я воровка. И она сидела, вот так вот держала, весь лагерь знал, и тут еще тайного нет. Она, я воровка. не будешь сидеть здесь, пока ты не откажешься от воровства. Все, больше она ни разу не воровала. Все, а ничего не могли сделать. Все это не так, надо работать. Один парень приехал, а у него какие-то пятна на нем, не знаю, что такое. Видно, что наркоман. Вот у меня голенище, кирзовое называется, сапоги. Так у него лицо такое. Я его не могу с детьми вместе. Отдельно натянули палатку, и там ему горячей воды, холодной, принесли, там, чтобы помыть. Конечно, его это очень трогало, но я тебе не могу, пока тело твое не слиться. Приехали родители, так они его не узнали. Лицо чистое сделалось, открытое. Парень работает и старается все время быть около меня рядом. Чему-то научиться. Вот и все. А парень большой, но с одним не справились. Только пришли, поели, а повел на экскурсию, а он сразу сбежал. Но заблудился, вернулся. А на следующий день он уже сбежал. Бабка встретилась, я, говорит, ему ноги отрублю. Я говорю, ты что, баба, сдурела, что ли? Он замучил нас всех. Из дома тащит, он хвалился, я с мамой вместе дома выпиваю, курю вместе с мамой. Вот оно, откуда все идет. Надо ребенку показать выход, выход со Христом. Мы вместе молимся. Узнают, какие нужды. У меня мама поехала в командировку, мы молимся о маме. Он конкретно, молись давай о маме, чтобы он все это слышал. Я считаю, все? Да. Благодаря Богу. Спасибо, Христос. Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Аминь.